Разметка конусами, светящиеся палочки и огромная пробка. Вечер пятницы для рязанцев начался с сюрприза. Те, кто привык возвращаться домой по северной окружной, минуя светофоры, оказались в самом центре масштабной проверки сотрудников ГАИ. Экипажи ГИБДД расположились на въезде в город около лесопарка. Около 15 сотрудников полиции образовали с собой живой коридор. Конвейер по единовременной проверке водителей. На сегодняшний момент мы уже осуществили 35 таких остановок по 16 транспортных средств. Обычная проверка документов с учетом информационных систем и баз данных МВД и ГИБДД, федеральных систем, занимает практически где-то 5-7 минут. Данная проверка занимает от 30 до 40 секунд. Достаточно оптному инспектору проверить состояние водителя, нахождение у него всех документов. Подобное мероприятие в Рязани проходит второй раз. Его основная цель – проверить водителей на алкогольное опьянение. Впервые проверку проводили днем на Московском шоссе. Тогда пьяных за рулем обнаружено не было. В этот раз был задержан один нетрезвый водитель. Ему грозит лишение прав и административный штраф в 30 тысяч рублей. А за повторное нарушение предусмотрена уже уголовная ответственность. Также сотрудники ГИБДД задержали нескольких водителей без прав и выписали несколько штрафов за неправильную тонировку. Место для рейда было выбрано не случайно. Дорога в четыре полосы разделена посередине железными отбойниками. Никаких поворотов и ответвлений. Даже при виде сотрудников ГАИ нарушителям скрыться негде. В то же время сама трасса давно стала для рязанцев местом повышенной опасности. На этом участке проезжей части у нас на протяжении последних лет постоянно происходит ДТП со смертельным исходом, ажиотажные дорожно-транспортные происшествия, с массовыми столкновениями транспортных средств. Ну и соответственно данное направление, дорожное направление, оно ведет в спальный район. Этот новый метод проверок разработали в Татарстане. Оттуда в регионы России был направлен учебный фильм. Специальной подготовки для рязанских сотрудников ГИБДД не понадобилось. Только проработка организационных вопросов. Граждане же, несмотря на неудобства, к новой системе также отнеслись положительно. Ой, мы в шоке. Когда так еще попадешь? Надо, надо, слишком много. Особенно молодежь. Мне в новую машину два раза на светофоре молодежь вваливала в бампер. Просто так. Ну что сказать? Спасибо вам большое. Почаще бы. Однако то, что в месте рейда присутствовало около 20 сотрудников ГИБДД, не означает, что другие участки города остались без прикрытия. Дежурные экипажи работают в штатном режиме, а для проведения массовой проверки мобилизовали дополнительные силы. Скоро такие рейды будут проходить на постоянной основе и одновременно во всех районах города. Так вероятность, что нарушитель сможет избежать наказания, становится крайне мала. Берегите себя и своих близких и соблюдайте правила дорожного движения. Продолжение следует... Продолжение следует...